так тогда у нас сегодня это третья тема с конца работа с базы данных мы с вами уже прошли база данных и в этот раз теперь у нас связка таблиц так давайте посмотрим что такое связка таблиц то есть помните когда мы с вами прошлый раз создали такую таблицу меня нормально слышно как назывался вот когда мы с вами просто создали таблицу players но у нас есть только таблицы одна таблица players у нас могут быть но к примеру две таблицы к примеру есть клиенты таблицы клиентов вам видно этот рисунок ребят видно этот рисунок ребят вот к примеру смотрите у нас есть таблица customers это у нас клиенты и есть таблица заказов если так посмотреть то между клиентом и его его заказом есть какой-то связь к примеру эта связь называется один ко многим то есть один клиент то есть как мы с вами покупать примеру я покупатель захожу супермаркет и я могу сделать несколько заказов супермаркете или каком-то магазине и у нас есть таблица customers который себе записал всех клиентов из таблицы который себе записал все покупки и вот этот к примеру один клиент у него будет связка к нескольким записям заказы то есть у меня могут быть несколько заказ так давайте это покажу в лекции к примеру в лекции сейчас вам представил такую такой пример у нас есть таблица users да и у него есть вот эти данные айдишка его email password и full name еще сити да теперь если мы посмотрим то мы по сути можем с вами так создать таблицу но если посмотреть то тут есть тут будут дублирующие данных дублирующие ребят эти дублирующие данного быть в столбце сити то есть смотрите если мы возьмем казахстан то если мы возьмем все всех жителей казахстана то у ну и эти 18 миллионов мы запихнем или 10 миллионов запихнем нашу таблицу то у два или два с половиной миллиона из этих жителей будут одинаковые одинаковые города это алмата у них будет просто одна таблица одинаковые то есть одна и та же данная мы по сути можем так хранить но то хранить неэффективно к примеру представьте теперь вам ну скажем у 1 миллиона жителей город это астана и вам нужно как-то сделать обновление то что вот это астана поменялся в наш сутан и то вы можете вот использовать там запрос апдейт сказать вот апдейт users сет сити равен наш сутан в сети равен астана да и по сути вы так можете написать но но вы таким образом обновите миллион записи до миллион записи а это могут быть немножко время затратным и немножко загрузочным для вашего с данных может представить больше загрузки нагрузки для вашего с данных и для таких случаев чтобы вот предотвратить такие дублирующие данные и создать какую-то связку придумали связку внешние ключи внешние ключи это на английском называется foreign key то есть смотрите мы с вами сначала создаем таблицу cities и к нему тоже даем айди то есть primary key и даем на им это имя города это потом с вами создаем таблицу users и тут вот эти четыре данных записываем айди мэйл пасад фунэйм а потом создаем city айди но это будет типом данных интежер и этот сети айди будет ссылаться на айди вот этого city запят понятно ребята с этим сейчас теперь давайте я вам покажу пример этот нашел один скрипт ребята если возникает вопрос сразу сразу говорить просто это сложная тема для первого понимания так давайте на этот урок мы с вами создадим еще один одну базу данных или давайте здесь здесь же будем к этому к этой базе данных подключаться как к старой так как наши таблицы они не будет конфликтовать по имени вот я подключился к моей базе данных то есть partner sql и создал скажем dictionary да и потом него я создал таблицу здесь будет cities а здесь будет сидеть а сейчас я вам этот скрипт объясню как он работает здесь users и тут тоже users смотрите можно базу создавать вот с этого интерфейса который нам представляет печки мои дмит можно там сделать с ним и там создать базу данных и какие-то связка сделать но лучше вам привыкать написать писать запросы для создания таблицы вот этот запрос он говорит что создание такую таблицу вот если дословно то крит тейбл сети и тут мы передаем колонки какие столбцы нам нужно создавать вот говорим айди интежер тип данных и наткнул это говорит о том что он не должен быть пустым то есть если вы сюда давайте мы этот уберем но на первую очередь он не нужен вот мы передали тип данных int и говорим что он авто инкремент да помните ребята с прошлой темой что только авто авто инкремент ребят ребят два три четыре пять вот так да 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 и уговорим что-то у нас теперь прайм рынке это то есть определяющие ключ этой таблицы а потом говорим есть name да это просто не и варчар это у нас строка тип данных строка и даем его длину это 50 вот мы с вами просто таким запросам можем создать таблицу базе данных и теперь создаем с вами таблицу users него у него тоже даем айди и говорим вот вот наткнул нам не нужен пока говорим и вот тип данных интежер авто инкремент и это прайм рекей и потом у нас есть данные это email и давайте варчар мы поставим длину 100 вот этот наткнул тоже нам не нужен потом есть паспорт скажем варчара 40 и есть ленды и варчар тоже передадим 2си и теперь мы объявим сети айди сети айди он тоже будет интежным потому что он будет себе хранить значение вот этого айди то есть значение айди ситесь и мод вот мы с вами создали сети ади и прям дословно говорим какому таблице он будет ссылаться нашем случае он будет ссылаться вот фуреньки это внешний ключ и мы говорим он будет ссылаться на колонку айди вот ссылка это откуда мне позвонили взять вот мы говорим что он будет ссылаться на таблицу сити с и на его колонку айди а нет вот мы с вами указываем то что внешним ключом является вот этот сети айди и то что он будет ссылаться на таблицу сити с и на его колонку ади теперь давайте я создаю эту базу данных вот я создал свой connection и создам теперь свой курсор здесь и как курсору делаю экзекьют да экзекьют выполняет наши запросы и сюда мы передаем tables вот этот запрос table cities да вот теперь давайте выполним вот у нас закончился успешно да и теперь если мы перейдем к нашей базе данных тут нету обновить да ладно просто можно сделать так вот теперь смотрите в базе патт на скил у нас появился таблица сити если сюда зайду то мы с вами просто создали айди и на им да просто быть создали а теперь мы с вами сейчас создадим таблицу users тоже обновим вот теперь у нас создался таблицы users он себе имеет айди и мэйл и паспорт фуны и сити айди это является типом данных int вот мы с вами создали две таблицы данных ребят но вот это сити айди он будет хранить себе значение айдишки таблицы cities вот это дайте вот на себе вы хранить на практике это будет виден таким образом давайте мы с вами сделаем ну сделаем insert к нашей базе данных добавим два города это у нас астана алматы вот это я пока в комментарии отправлю вот я подключаю я говорю insert into cities values две записи да помните вам показывал прошлый раз то можно через запятой передавать несколько записей сразу же вот мы с вами тут передали астана алматы и скилл и просто через формат поставим вот эти значения места этих процент сфт и теперь запустим вот у нас два города этот если теперь захожу на сити то у меня появилась появились два города теперь давайте добавим данные в нашу базу а в наши users так смотрите в этом случае мы передаем с вами два записи сразу же и передаем их таким образом вот сначала ильяс так мне вот этот не нравится давайте я скажу валс и это возьму как массив а то вот здесь передается таким образом что у нас вот лежит восемь таких форматов и мы тут передаем 8 значений но если посмотреть то это становится ну то что они стоят в одном чуполе это не очень правильно я создаю валс и это делаю как массив и внутреннего передаю сначала первой записи и потом передаю второй запись вот у нас с вами теперь есть записи в массиве теперь давайте это мы назовем валс и теперь мы скажем формат в формат мы с вами возьмем вот это и теперь просто будем к нашему скиллу пересоединять вот этот формат ой ладно я чё-то замудрю опять я чё-то от тем отошел извините ребят но смотрите вот здесь понятно как он передается то есть вот эти четыре данные ребята они вставляются сюда а вот эти четыре данные ребята они будут вставляться сюда ребят понятно окей а теперь вот мы с вами сейчас добавим двух пользователей но смотрите мы тут добавляем на данные на колонку айди имейл пасворд фунэйм и сити айди да вот для имейла вот этот илья спит лап для паспорт это у нас qwerty для фунэйм это у нас илья жуанышев и для сети айди мы передаем айди нашего города айди нашего города вот нашем случае у астаны айди это один и мы сюда именно властите айди будем передавать один и на ильдара мы тоже передаем один то есть это говорит о том что они живут в одном городе теперь давайте я этот код запущу вот у нас теперь два записи добавлены если я зайду в users то мы тут с вами можем видеть что они добавились точно таком живите и сити айди себе хранит айди вот этого сити с теперь мы давайте вытащим данные users и для этого тут использовали джойны насчет джойнов я вам объясню сейчас как тут смотрите мы тут говорим select users вот этот users можно взять как такой you это помните в питоне мы accept exception s yeah а вот здесь users и рядом ставим нужную нам нужны нам имя и к нему мы можем потом обращаться то что мы здесь обращаемся к you это обгода говорит о том что мы обращаемся к users и мы вот у юзера вытаскиваем айди email password full name а потом мы делаем join join это присоединение данных с citizen и и ребят меня слышно что трудно да что трудно да тем 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 хорошо так ребят насчет джойнов это такие джойны помните когда мы с вами школе проходили была такая тема ну такие круги и был теорема вето помните у нас был два ну массива чисел и мы находили общие числа у этих массивов помните эту тему математики мы тоже проходили эту тему ну я забыл у кого была тема да то что вообще да я забыл у кого была тема ну математика мы тоже проходили эту тему ну окей ладно смотрите у нас есть два круга данных да в нашем случае вот этот а пусть будет как users да а б это будет как cities и вот этот они пересекают пересекаются там где у них там где city ID users равен к ID city то есть мы с вами вот смотрите мы делаем left auto join left auto join в нашем случае вот это то что мы берем пересечение users с citizen и берем то что не пересеклись у users а вот в нашем случае мы говорим left auto join указываем какой join нам нужен и указываем в таблицу которую мы будем join в этом случае это у нас cities и вот это условие вот этого пересечения на каком условии он должен пересекаться мы тут говорим на условии того что айдишка city за равен к айдишке users а если в таблице показать то это условие будет таким вот у нас айди city айди у у нас вот этот один а у users вот этот city ID это вот этот один то есть они в этом случае совпадают и мы можем определить то что из этого то что вот этот city ID относится к city zoo вот этому айдишке и из-за того что и таким образом мы с вами поймали вот эту запись и из этой записи мы с вами вытаскиваем вытаскиваем имя то есть имя города если я сейчас запущу вот этот код то вот мы с вами вытащили айдишку email пароль и full name и благодаря вот этой условии left outer join мы определили city ID в нашем случае у илиаса это 1 мы определили то что этот этот 1 это относится в city с к этой записи вот к этой записи и вот мы с вами определили то что он относится к этой записи и у него забрали name и в этом случае мы вытащили вот эти 4 данные с таблицы users а вот эту одну данную мы вытащили вот астану мы вытащили из таблицы cities вот ребята теперь смотрите можно представить что у нас сейчас два пользователя ну то есть два users и у нас их может быть миллион миллиарда и вот в таком случае в примере казахстана вот мы поменяем с вами астану на нурсултан и сделаем сэйв вот у нас поменялся на нурсултан да и теперь ну айди остался тем же и теперь если мы зайдем в users они указывают на тот запись который мы с вами обновили а теперь вот мы так с таким образом можем обновить тут у миллиона записи одним запросом можем обновить их город вот я обновил у cities астану на нурсултан теперь я посмотрю запись запрос то у меня обновился у всех юзеров ребят поняли здесь обновился на нурсултан теперь стало ребята понятно не понял вот тут можно убрать вот мы с вами из users селектим вот эти столбцы а из cities селектим вот этот столбец name и мы находим их пересечение то есть мы благодаря вот этому left after join находим то что к примеру вот этому илиасу ну записи вот users вот этот илиас мы определяем какой запись относится от таблицы cities то что к илиасу относится вот этот нурсултан и вот эта запись он нам определяет то есть мы делаем left after join на такой условии то что s id равен к user city id from users you а потому что мы же селектим данные с это users тоже и мы же должны сказать с какой таблицы мы будем селектировать таблицы таблицы cities да 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 хороший вопрос вот мы вот мы говорим from users да и вот эти четыре данные мы вытащили с таблицы users you да потом мы говорим left after join и тут и говорим cities да это говорим с left after join он мы перед ним должны прописать таблицу эту таблицу у нас source таблицы да то есть основная основная таблица users you и мы говорим с какой таблицы его надо заджонить и передаем таблицу в которой мы будем джонить наш users и вот этот left after join он сперва выполнится после того как он выполнится он создает он вот этот cities добавит к нашему users то есть вот этот cities да нет не совсем смотри вот от users мы взяли вот эти четыре данные и мы говорим что вот это основная таблица users будем джонить с таблицы cities и так где это лучше вам показать вот мы в в в в в в в в в Продолжение следует... 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 SID равен UCTID Он сначала возьмет вот эту таблицу К примеру, Астану Давайте мы тут напишем Алматы А тут напишем Нет, пусть таким образом остается Вот, он возьмет вот эту Астану Взял именно вот эту строку Первую строку И будет пробегаться по записям юзерсы Почему он будет пробегаться? Он будет проверять вот это условие Вот это условие То, что S, вот этот ID Равен к этому значению Так, я не знаю, как тут добавить Ладно, давайте я придумал Вот это добавлю Нормально, да, ребят? Вот, давайте мы теперь скажем 3 Скажем Азат Скажем то, что он живет в Моте, да? И вот Скажем то, что я тоже живу В Алмате И Вот из нас Трое мы Живем в Алмате, да, ребят? А Ой, тут нужно поставить Двушку Вот Ильянс Ильдар живет в Астане Азат, Завамбек, Алихан Они живут в Алмате Как мы Теперь смотрите Вот этот LeftJoin Он от Citi Возьмет Вот эту таблицу Астану И Пробежится По всем Этим записям Юзерса И он Когда пробегается Это как цикл, да, ребята? Он когда пробегается То Он сравнивает Вот этот Citi С этим Азатаной В нашем случае 1 Равен К 1 То есть Мы говорим То, что Это Ильяс Имеет ссылку К Астане Мы Определяем Такую связку Между этими таблицами Именно здесь И потом Тоже Пробегаемся К Ильдару Ильдар Тоже Значение у них Citi И Астана Одинаковые, да? И вот Тут тоже Создается Такая связка Потом Вот у нас До сих пор Астана Мы чекаем Астану Потом у нас Азат Ребята, я вам Объясняю Как работает Вот этот LeftOfJoin Потом Мы Проверяем Вот этот Азат У нас Двушка не равен Значит От Азата К Астане Такой связки Нету, да? Потом Замамбек Тоже тут нету связки Потом Алихан Тоже связки нету Потом Приходим К Алмате Теперь Мы же с вами Уже проверили То, что Между Ильяса И между Астаной Есть связка Теперь Проверять не нужно Приходим К Азату У Азата Двойка Сити И у Алматы Одишка Тоже двойка Теперь Создает Такая связка И Вот здесь Тоже Создает Такая связка Потом Тоже Создает Такая связка Вот Ребята Видите Теперь у нас Появились Такие связки Это один К многим То есть Тоже здесь Один К многим То есть У Астаны Есть два жителя У Алматы Три жителя И Вот Left Outer Join Он определяет Такие связки Он То есть Внутри себя Связывает Вот эти Две таблицы Азат Я Неправильно Высказался Он Не добавляет Вот эту таблицу К Он просто Определяет Между этими таблицами Вот эти связки И Теперь Когда Вот Мы Вот этот UserId И Вот когда мы говорим Select from То Это можно представить Как такой цикл Да ребята For user In Users Типа Return UID UML И так Идет Да Вот это UFullName Да ребята То есть Вот этот Select По сути Работает Как цикл Под собой И Когда он Selected То он Бежит Сначала Она Selected Вот эту Первую строку Д Ребята Сначала Она возвращает Ильяс Но Мы Тут Говорим У Яс Вот эти Четыре Данные И мы Рядом Поставили S.name Это Имя Города А Outjoin Нам уже Определил Этой связке Когда мы Рядом Поставили Asname То он Уже Знает К какому Записи Из Cities Надо Обращаться Вот мы С вами Вытащили Вот эти Четыре Данные И Когда Говорим Asname То Благодаря Этой Связке Наш Запрос Left Join Идет Отсюда К нашей Астане И Мы Возьмем Вот эту Строку То есть Запись Астаны Вот нам Вернулся Запись Астаны И от Этого Записи Мы С вами Вытаскиваем Ими А потом Идем К Аильдару Вытаскиваем Его данные Смотрим На CTID Идем Сюда Отсюда Вытаскиваем Вот эту Астану И Азат И отсюда Вытаскиваем Идем В Алмату Вытаскиваем Алмату Как Вот S Name И Азамамбек И Алихан Тоже Так Работают Вот По сути Вот этот Left Outer Join Он Под собой Работает Таким Образом Ребят Понятно Алихан Ясмин Даняр Да 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 Он Определяет Вот эти Отношения Ссылки Друг к другу Какой Запись Относится Какой Записи У Другого Таблицы Ок Ребята Вот Мы С вами Делаем Left Outer Join Left Outer Join Как Он Работает Если Мы С вами Сейчас Добавим Еще Одно Данное Почему Тут Написали Left Of Join Если Я Скажу Шестой И Скажу Наруто А Наруто Вообще Не в нашем Государстве Да И А тут Государство Только Скажем Казахстана И И тут Мы Сюда Не Можем Определить Сити Один Из-за Этого Тут Остается Пустой Теперь От Этого У нас Не Образовался Такого Отношения К Ситизм У Записи Наруто Нет У Его Города Я Я Сказал Лев Тов 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 Он Берет Запись По Мот По Тов Пробегается И Определяет Связки То Что Эти Связки Ребята То Что Мы С Вами Определили Это Можно Считать Как Вот Этот Середину Ребята То Что Мы Определили То Что Две Таблицы Пересекаются Пересекаются С друг Другом На Этих Данных На Этих Пять Записей От Юзерсов И Два Записи От Ситизм Они Пересекаются На Этих Записи Ребят Когда Мы С вами Говорим Иннер То Когда Мы С вами Селектим То Мы С вами Берем Только Вот Этих Пять Записей Если Я Сюда Поставлю Иннер То Говорит О том Что Мы С вами Будем Вытаскивать Данные Которые Лежат Именно На Этом Пересечении А Если Я Говорю Left То Мы Берем То Что Лежит На Пересечении И Берем От Первой Таблицы Это Users То Что Не Зашло К Пересечении В нашем Случа Первое Вот Этот Круг Это У Нас Users Да Ребят Вот Это У Нас Users И Не Заходит К этому Пересечении Вот Наруто И Из-за Того Что У нас Теперь Будет Left Join То Наруто Тоже Вытащится Понятно Ребята С этим Так Давайте Зайдем Кот Да 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 Емейл Паспорт Fullname Ну Потому что Нам нужны Эти данные Потому что Нам нужны Данные Пользователи С Их Кородами Нам нужны Вот эти Данные ID E-mail Password Fullname И Имя Города Которым Живет Этот Житель Но Чтобы Определить Его Город Мы С вами Сделаем Вот Join Да И Join Связку Мы Определяем На условии Того Что City ID Будет Равен ID Cities Вот Мы С вами Определили Вот Эту Связку Определили То Что Эта Строка Относится К Этой Мы Просто Определили То Что Они Связаны То Что Это Связано С Этим Но Теперь Мы Должны Сказать Какие Данные Нам Нужны Вытащить Какие Данные Нам Нужны Вытащить И Мы Говорим Что Вытаскивание ID Name Еще Какие Данные И Name City Вот Понял Так Ребята Понятно С этим Давайте Я Добавлю Еще Один Житель Для Этого Я Возьму Вот Эту Коппет И Скажу Вот Это Скомментирую И Сюда Передадим Рут И Вот Эти Вот Второй Запись Мы С вами Убираем И Отсюда Тоже Убираем И Вот Мы С вами Передаем E-mail Пассворт Fullname И CTID CTID Я Убираю То есть Его Можно Не Передавать И Отсюда Тоже Убираю И Отсюда Тоже Убираю И Теперь Я Делаю Execute То есть Выполняю Этот запрос Говорю Сколько У меня Строк Был Добавлен Вот У меня Добавился И Теперь Давайте Залезем В нашу Базу Посмотрим Вот У нас Третья Запись Добавился Но У него CTID Теперь Ну То есть У него Сити Неопределенно Наруто И Теперь Давайте Я Вот Этот Запрос Удалю Вот Этот Комментирую И Отсюда Возьму Вот Этот Кринкд Теперь Давайте Скажем Inner Inner Наруто Третья Наруто Наруто Вот, ребята, смотрите. Когда я сказал InnerJoin, то у меня Наруто не вышло, потому что у Наруто нету сети ID. Из-за этого у него нету, соответственно, города, и он не входит вот это... Где у нас? Он не входит вот в это пересечение. Вот этот у нас, видите, InnerJoin. И InnerJoin это говорит о том, что мы вытащим данные, которые находятся на пересечении двух массивов. Ну, то есть двух данных. И из-за того, что Наруто не входит сюда, он у нас не вытащился. А когда Left, мы говорим, вытащи данные, которые сюда входят в это пересечение, и вытащи остальные данные, которые не зашли в это пересечение с первой таблицы. А первая таблица, это у нас Users, да? Вот я теперь сказал Left. Вот. Теперь у меня вышло Наруто. У него город не определен. Видите? Но можно сказать Right. И в этом случае выйдут города, у которых нету жителей. Вот. Есть такие связки таблиц, связки join'ов, типы join'ов. Можете тут посмотреть, ребята, в интернете. Понятно, ребята, с этим? Есть вопросы? На русском? Да, конечно, можно. Мы же определили наш тип кодировки как UTF-8 General-C. Это доступен для всех языков. Давайте... Да, можно, можно. Вот. Вот, видишь, изменили. Ты тоже можешь изменить. Вот. Так, давайте я связку покажу сейчас. Более сложные связки. Все, хорошо, хорошо. Или давай я 5 минут покажу пример вот того, что просил. Почему их нельзя сохранять как JPEG? Вот, ребята, смотрите. У нас тут есть две основных таблицы. Это продукты и клиенты. То есть, смотрите, в базе данных у нас лежат продукты. Это, к примеру, возьмем яблоко. В базе продуктов, в таблице продукты, у супермаркета, и в базе данных супермаркета лежит запись яблока. Тут яблоко, и есть клиенты. Клиент, пусть у нас будет Кевин, да? То есть, этот клиент зарегистрировался к этому супермаркету, и в таблице клиенты, в базе данных супермаркета, появился новый запись. Это клиент Кевин, да, под именем. У нас есть один продукт, и у нас есть один клиент. Теперь вот этот клиент может заказать себе много... Ордерс – это у нас заказ, да? Клиент может заказать себе много продуктов, несколько продуктов от разных типов. Но в этом случае он может заказать... К примеру, у нас есть тут яблоко, груши. Он может заказать яблоко и грушу. Или же он может заказать два раза яблоко, да? Но каждый заказ будет как записан в таблицу ордерс. То есть, мы будем хранить всю историю наших заказов супермаркета здесь. И то, что Кевин сделал... Кевин заказал два раза яблоко, или заказал яблоко и грушу, это будет как две записи в таблице ордерс. Вот, у нас тут лежит теперь два записи, да? Но если тут посмотреть, теперь у нас заявился новый пользователь. Первый – Кевин. Второй – это у нас будет Макс, да? Максим. Теперь у нас есть два пользователя, но у нас теперь пусть в продуктах будет только один продукт – это яблоко. И теперь Кевин заказывает себе яблоко, а теперь Макс тоже заказывает себе яблоко. Это говорит о том, что яблоко заказали два раза, и тут образовалось два заказа. Ордерс, он имеет форегинг кей, то есть, он имеет себе продукт ID и кастомер ID. И при каждом заказе у нас тут записывается продукт ID, яблоки, то есть, и кастомер ID, то есть, у Кевина. Когда мы заказали яблоко два раза, то от яблока тут у нас два заказа, это два записи. Но мы заказали два раза яблоко, да? То есть, от одной записи яблока к ордерсам идет запись, связка как один ко многим, то есть, от одной записи к двум заказам, от одной продукты к двум заказам, из-за того, что мы яблоко заказали два раза. И теперь от Кевина, из-за того, что он заказал два раза яблоко, или яблоко, или грушу, от одной, от одного клиента, от Кевина к двум заказам. То есть, тут создается один ко многим от продуктов к заказам, и от клиента один ко многим от продуктов от клиентов к заказам поняли чуть-чуть хоть надо то есть когда мы с вами записываем каждый заказ но в истории супермаркета яблоко заказывается миллион раз и вот этот миллион заказов хранится в таблице orders таблица продуктов он хранит себе все продукты просто они там просто записаны данные каждого продукта то есть яблоко он красные зеленые такой-то такой-то но эту яблоко мы с вами заказали миллион раз да и надо здесь да Да, 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 да. Вот эта таблица? Да, 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 но смотри, не совсем так. У нас есть клиенты, таблица, и у нас есть продукты, да? Благодаря их действию, их действию того, что клиент заказывал продукт, у нас появлялся заказ. И благодаря этому действию у нас появилась таблица заказов. Нет, 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 ты сказал, вот эта таблица делится на два, это продукты, кастомы. Вот эти две таблицы, они не создались от этого, а этот ордер создался благодаря этому и благодаря этому их отношению. Понял? Он создался благодаря тому, что ты заказывал, ну, заказал сто раз яблоко. Альхан? Вот, к примеру, вот яблоко заказывает миллион раз, ребята, и эти миллион заказов хранится в этом таблице. А вот эти миллион таблицы себе хранит то, что я вам здесь показывал. К примеру, тут будет ордерс. Нет, давайте я... Тут есть у нас ордерс. Хорошо, хорошо, давай, давай. Вот. Тут есть у нас один и ID и customer ID и продукт ID. Это просто ID-шка заказов, он просто один, два, три, четыре будет расти. ID, а в нашем случае возьмем, что у... тут между ними много записей, и пусть будет у Кевина 345, да, ребят? И это Кевин. Вот. И из-за того, что здесь... Давайте я вот это поставлю лучше сюда. Сюда поставлю продукт ID. Вот. И тут поставим 345, то, что этот заказ именно Кевина. Эту ссылку закинем сюда. Эту ссылку закинем сюда. Вот. Это означает то, что этот заказ приложит Кевину. И с другого фронта это у нас будет продукты. И тоже возьмем тут какой-то ID 100. И это Apple, да? И тут тоже связка таблиц. Вот. Это говорит нам о том, что Кевин заказал себе яблоко. И теперь тут скажем 100. И еще добавим 346. Пусть это будет Max. И вот, ребята, смотрите. То есть вот эти Кевин и Max они заказали один на тот же продукт. Apple, да? Поняли, ребята? То, что здесь нарисовал. А, тут да, да, да. Тут нарастающий ID 2 будет. Вот. Видите? Тут теперь Кевин заказал сделал один заказ и у него Apple и у Max тоже Apple. А так, давайте я еще один запись добавлю. Буквально. и вот тут теперь будет три и вот тут скажем 101. Это у нас Grape. Это вроде виноград, да, ребята? Скажем, что теперь Кевин опять же Кевин заказал в этот раз Grape. Он заказал виноград в этот раз. Вот, ребята, смотрите. Теперь от Кевина идет два заказа. В общем, у нас есть три заказа, да? И из этих три заказа двое относятся к яблоке и двое относятся к Кевину. А один вот этот относится к Максу и вот этот Grape относится к вот этому винограду. То есть от продукта к orders вот здесь вы видите создался связка один ко многим от продукта к orders и от кастомера к orders тоже создался связка один ко многим. Вот здесь вы видите, ребята, создался один ко многим. Если мы это посмотрим, то от продукта к кастомер можно сказать интерпретировать как многие ко многим. То есть один клиент может заказать один продукт, один клиент может заказать много продуктов и один Apple, к примеру, один продукт, может быть заказан многими клиентами. Это называется «многие ко многим», ребят. Я надеюсь, вам чуть-чуть объяснил, да, что такое вот эту связку. Это теперь будет определяться, как «многие ко многим», ребят. Окей. Вообще, у нас есть три вида связки, ребята. Смотрите, когда рисуют архитектуру паза данных, то один ко многим рисуются таким образом. То есть, от продукта видите, только одна линия. А к orders'ам несколько линий. Это говорит о том, что от продукта к orders'у один ко многим. И от customers'а к orders'у тоже один ко многим. А теперь у нас есть вообще три вида связи, ребята. Это один ко многим, который мы с вами только что видели. Вот это один где у нас тут? Тут один от cities'а к users'ам один ко многим. И от продукта к orders'у тоже один ко многим. От customer'а к orders'у тоже один ко многим. А от customer'а к продукту многие ко многим, ребят. А потом у нас есть еще связка один ко одному. Один ко одному это просто когда у вас это делается для того, чтобы когда у вас таблица, к примеру, users'ов, он очень огромный, там много столбцов появился. И вам надо эту таблицу разделить на два таблицы. Ну, то есть, первым будет users' аккаунт, то, что относится к аккаунтам. И там user personal data второй таблицы. и по сути тут идет связка один ко одному, да? Поняли, ребята? Этот случай. Да, да, да. Ну, то есть, давайте покажу этот пример тоже. К примеру, у нас есть user account data и есть user personal data. К примеру, тут лежит email, а тут лежит name. вот, ну, представьте, тут что лежат еще 100 столбцов, и тут тоже лежат 100 столбцов. Просто, когда они вот так вместе стояли, то их было 200 столбцов, и это нам стало непонятно, мы решили разделить их по 100 столбцам на две таблицы, ребят. Вот мы их разделили на две таблицы, и теперь у нас один ilias.gmail.com, да? Вот, ilias.gmail.com, да? А тут один и его имя. И тут, скажем, iliar.gmail.com и тут тоже 2, iliar. И если так посмотреть, то нам эта стрелочная связка уже не подойдет, нам подойдет такая связка. Вот этот ilias относится к этому. Вот этот iliar относится к этому. И все. Больше iliar не сможет смотреть на iliar.gmail.com, стать iliar.gmail.com. один канал ребят связка. Понятно? Ясмин, iliar. Вам надо еще повторить или потом запись посмотреть, ребят. Это просто довольно важная тема, ребята. Потом любая база данных, вот любая будет строиться на таких отношениях между таблицами. Просто возьмите обычную социальную сеть, ребят. Там есть пользователи и посты, то есть мы с вами делаем пост в инстаграме. И вот этот users это одна таблица и posts это вторая таблица. Если так посмотреть, то один пользователь в инстаграме может делать много постов. И между users и постами есть ну настраивается связка такая, что один ко многим. Один пользователь может создавать много постов. поняли пример в инстаграме. Даниар, ясмин, чего вы можете молчить? откуда? откуда? Ладно, давай так сделаем, я потом выложу видео, ты его посмотри, если попытаюсь понять, если будут вопросы, то напиши мне хорошо. Так, ребята, вот мы с вами, по сути, закончили тему, практика, вам надо, тут одно задание только, вам надо выбрать проект на свой выбор, нужно написать мини-программу с меню, где нужно будет связать несколько таблиц. Так, давайте, у вас есть полчасика или 40 минут, сейчас с вами создадим такой мини-программу, например, согласны? Здесь задача, надо создать мини-программу с меню, с базы данных, и надо отношения определить между таблицами. Я собираюсь сейчас, по-моему, показать пример такой мини-программе, то есть написать сам, показать, и я говорю, что это займет 30-40 минут, и я говорю, у вас есть время для того, чтобы посмотреть, ясмин, таниар, ну что, давайте, я скажу, ясмин, таниар, ну что, давайте, я скажу идею, проекта, только затасался, окей, я скажу тогда идею проекта, то есть смотри, есть, у нас есть Customers. Мы будем делать ресторан, базу данных ресторана, и мини-мини базу данных ресторана. есть Customers, и есть… как называется блюдо на английском? Meals, вот есть Meals, и между ними будет таблица orders, то есть у нас в Meals есть там пицца, паста, шашлык, аном, 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 и наши гости ресторана, и у Customers забудет там name, свой name, аном, 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 и мы тут скажем, ID, это 1, это Кевин пришел к нашему ресторану, а у нас у блюд тоже есть ID и name, и это будет пусть 1, пицца и паста. У orders тоже будет ID, и тут скажем, Customer ID, и Mil ID, да? Вот это 1, и тут Кевин заказывает себе пасту, а ID-шка Кевина – это 1, а ID-шка пасты – это у нас 2. Вот у нас образовалась такая связка, вот у нас образовалась такая связка. И тут приходит Макс, и заказывает себе… Customer ID у нас уже 2, и он пусть себе тоже закажет пасту. Вот, и у нас тут будут появляться гости, а меню будет 1, но гость… Макс пусть только заказал себе пасту, он не насытился, и может еще заказать себе пиццу, да? Вот, у нас эта ID-шка будет третья, Customer ID у нас 2, Макс заказывает, а Mil ID у нас пицца, так как Макс теперь сделал второй заказ, и это пицца. Вот, и он заказывает себе пиццу. Вот, идея нашего проекта такова, у нас ресторан, заказы, клиенты и блюда. Азат понятно? Так, теперь мы… Хорошо, теперь давай создадим базу данных для этого отдельно. Скажем, ресторан DB, и это 8, это у нас GeneralC, мы подключимся к этой базе. Вот, скажем, customer и пицца. И тут будет ID, name, email, и все. Я думаю, этого хватит для customers. Customers. Вот, с вами написали customers, и теперь напишем… Да, да, да. Мы просто в дикторинг записываем все эти таблицы. Да, потом… Да, потом мы там, myDB, а у нас есть myCursor. Вот, к myCursor мы просто передаем наши значения во внутри dictionary. А внутри dictionary customer относится к это значение. Да, 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 да. Это будет как будто так. Смотри. Customer и… Как будто бы мы вот это поставили сюда. Понял? Нет, три кавычки. А вот этот текст, когда ты говоришь str-text, и это по сути строка, да? И это может так, где можно написать. Но если ты запустишь enter, то он… Патчарм тебя автоматически поставит такой. И… Но можно написать еще таким образом. Понимаешь? Теперь я показываю так. Ставишь три кавычки, и между ними это все считается как строка. Вот. Здесь тоже так. Это тоже считается как строка. Да? Просто… Патчарм, он же умный. Вот. Он видит это как запрос в строку. И нам просто для удобства подсвечивает как запрос. На самом деле это просто строка. Вот. Мы… Вот с вами теперь создали customers. И теперь создадим meals. И… У нас есть id. И давайте сделаем time, да? Это time у нас тоже будет в varchar. Тут мы будем оказывать время готовки еды. Теперь мы с собой создаем orders. Orders будет себе хранить два внешних ключа. Customer id. Ну, по сути, это можно сюда поставить. И это удалить. И это тут customer id. А… Потом… product id, да? Теперь мы для них определяем то, что они внешние ключи. Это можно сразу же так написать. А… Кажется, нет, нельзя. Или же можно… А, вот это же да. Вот. Мы customer id определили и сказали, что это внешний ключ. И этот ключ относится к столбец id у customers. К этому. Ну, то есть сюда. И потом сказали product id. Это тоже внешний ключ в рынке определили. И скажем то, что он относится теперь к… products… А… mills, да? И… здесь mills к этому столбцу относится. Вот этот продукт id. Вот. У нас есть id, customer id и product id. Так, 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 так. Давай еще запишем сюда один дополнительный данный. Скажем, это тоже varchar. Это время. Ну, то есть timestamp. Когда этот заказ был сделан, да? Окей. Вот. Мы теперь… Создали эту таблицу. Эта таблица теперь должна называться orders. У нас есть id, время заказа, ссылка. То есть внешний foreign key к customers и foreign key к mills. А это называется mill id же. Вот. Таким образом. И… Так. Давай-ка теперь мы… Создадим. Сюда поставим s. И сюда поставим s. Создался customers. Создался mills. Создался mills. Ордерс. Ордерс. Теперь зайдем в вашу базу данных. Обновим. И… Вот у нас ресторан деби. Вот теперь… Customers. Вот эти колонки. Милс. Вот эти колонки. В ордерсе. Вот эти колонки. Вот эти колонки. Ордерс. Давай-ка… Мы заполним… Нашу… таблицу… блюд. Новыми блюдами. Для этого я заперел готовый скрипт. вот этот… Тут укажу mills, id, name и к валюсам будет пицца. Время готовки – 30 минут. А потом… pasta. Время готовки – 60 минут. да? И сюда мы будем передавать id, name и time. И сюда тоже поставим s. И сюда тоже поставим s. Теперь давай… Да-да-да. Вот этот mydb, он подключается к этой базе с помощью… Он просто содержит в себе подключение к этой базе. А курсор, он нам помогает делать запросы к этой базе. Вот. Мы сделали запрос, сделали insert в нашей базе. Теперь давай посмотрим базу. Это у нас millsd. Вот. Теперь тут появилось два блюда. И по сути теперь у нас есть два блюда. Теперь давай создадим одного customers. Скажем, какие у него таблицы name и mail. И вот этот нам второй не нужен. Берем. Путь будет назад и e-mail. Нет, сейчас будет заманбек, потом азат присоединится. заманбек, тумайл.com. Вот теперь я заинсерчу. Успешно. сделаем browse, browse. Вот у нас появился один пользователь. И теперь… Вот мы с тобой создали базу данных для ресторана. Теперь мы должны сделать меню, да? который взаимодействует с этой базой. Давай просто будем делать как в прошлый раз. Скажем, file true. Print. Скажем, your name. И возьмем имя нового гостя. Это будет input. И скажем… Вот это будет input, да, новый. И мы теперь направим… создадим новую функцию, select, скажем, customer. И сюда мы направим name. И сюда мы напишем select from where… Тут users. Where name равен… Скажем, fetch one. И return, да? Вот. То есть смотри, новый клиент приходит и он говорит свое имя. Если этот клиент нас уже посещал, то мы знаем то, что он уже есть в нашей базе данных. И мы это должны определить. Теперь мы скажем… А, тут да, правильно. Вот здесь… Вот мы user взяли наш, к примеру, тут пришел заманбек. И мы определили то, что он в нашей базе уже есть. Если же пришел, к примеру, azad, то его уже в нашей базе нету, да? То мы тут проверяем… Если name – это none, то есть если тут execute не нашел пользователя по имени azad, то он вернет нам none, да? Давай все-таки проверим вот эту правдивость нашей теории. Тут… тут мне нужен, да? Вот, у нас вернулся none. А если напишу zon.bik, у нас вернулся zon.bik, да? Вот. И тут поставим кавычку. Правильно ли поставлять кавычку? Да, правильно. Вот. Если же этот пользователь нету, то мы задаем второй запрос. Это insert user. и тут мы возьмем name и email. Делаем тут то, что находится и потом говорим мой курсор. или это был у нас mydb. Да, это у нас был mydb. commit. Ну а теперь у нас будет запрос insert into customers. id, name, email. И values – это null, ssd. и сюда мы просто, скажем, поставим name и email. вот. Вот. мы создали insert user и теперь делаем insert user. мы у юзера. А, давай-ка вот это лучше, отсюда у нас подсказка, поставим сразу сюда. и сюда мы у юзера спросим ее имейл. и теперь у нас есть name и email. это мы передаем нашу базу данных. а, тут мы должны проверять этого юзера, то что он не ну. вот. понял. мы взяли имя пользователя, проверили то, что он у нас есть в базе. если его нету, то мы его заносим в базу. вот. и теперь мы пишем еще один запрос. это у нас будет запрос select meals. то есть мы импортируем, выводим все блюда. а, тут будет fetch all, так как у нас много блюд. и мы meals берем от select meals, а тут ничего не надо передавать по идее. и просто показываем. показываем наши блюда и говорим choice. после того как мы показали наши блюда, то пользователь должен выбрать, что он хочет заказать. и тут мы скажем, да, choose id of meal, да. вот. он выберет meal айдишки, а, айди мила, и теперь мы давай-ка мы возьмем таким образом, meal айди, да. окей. а смотри, мы же тут заносили нашего юзера. после того как мы его занесли, мы его должны сразу же себе взять. вот. select customer, он вводит клиента по имени. а, давай-ка скажем, select customer by name, да. нет, 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 смотри, юзер пришел, сказал свое имя и, к примеру, сказал, что он замамбек и мы, зная то, что его имя, по его имени мы вытащили пользователя. вот, мы вытащили замамбека и тут сказали, если не нон, то мы показываем, ну, мы знаем то, что он есть в нашей базе, теперь мы показываем ему список блюд, да. к примеру, пришел ты, сказал то, что ты азат и мы сюда передали азат, азат поставился сюда, но азата в нашей базе данных нету, и мы должны тебя зарейкать как нового гостя в нашей базе данных. и мы проверили то, что юзер это нон, то есть тебя нету, и мы взяли у тебя дополнительный email, и потом сделали insert в базу данных. а после того, как мы у тебя сделали insert, мы твой объект сразу же вытащили из базы данных. а почему мы это вытаскиваем, я сейчас покажу. вот мы взяли, да, и теперь после того, как он выбрал, то мы должны сделать dave insert order или давай сделаем make order, да, и сюда мы будем передавать meal id и user id. а в нашем случае это у нас customer, да. и теперь мы вот это возьмем, сюда поставим, и теперь это будет, нет, лучше взять вот это, у нас же это insert, вот insert into orders теперь, и это будет meal id и customer id. теперь мы сюда передаем meal id и customer id. вот мы теперь создали новый заказ, понял? тут. но смотри, я тебе покажу в одну библиотеку, это называется date time, то есть для работы со временем в питоне. и тут можно наколдовать таким образом. обратимся к библиотеке date time и из него возьмем date time, то есть внутри date time есть модуль date time еще. и теперь мы обратимся к этой date time, возьмем, вызваем функцию now, и это нам возвратит текущее время. и теперь смотри, я сделаю print. а? да, 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 да. давай я сейчас настрою вот видишь, нам вытащил данное время, в миллисекундах дальше. но мы теперь можем его превратить в строку. для этого есть специальная функция, стрельфтайм называется. мы тут задаем формулы в строке, формат данных. это задается через такие форматы, проценты. то есть я говорю dm.y что это означает? это то есть день, это day, да, да, к примеру 24 и month, но 9 и 20, 21 год. а потом я рядом пишу еще h и минут. это 9, 21, да. то есть нам это возвращает строку в таком формате, вот этого. понял? теперь давай я сделаю print, current time и сделаю print, type, current time вот. у нас это теперь является стрельфтайм. это же я буду использовать внутри этой функции. то есть я определил время настоящее вот я определил и теперь сюда я передаю time сюда тоже говорю time окей, current time, да? понял, да? то есть мы вычислили время и у нас есть meal id customer id отсюда вот отсюда и мы их сюда дали но у нас, оказывается, называется не time а time time то есть штамп времени вот мы сделали теперь insert новый заказ и и и теперь давай напоследок напишем немножко трудный запрос я скажу get order wait time да? то есть смотри когда мы создадим один заказ то есть когда клиент закажет нет, давай я это лучше потом создам meal id и давай-ка я лучше тут напишу так print нет нет узнаю сколько он будет ждать и дам ему меню да? и тут скажу choice то есть О, окей, окей, и если это 0, то break, если он выбрал 1, то это говорит о том, что он хочет посетить наш ресторан, да, так, тогда вот это у нас лишний, и мы скажем emails break, теперь давай попробуем запустить, запускаю, и так, давай-ка я вот этот уберу. По сути, надо внутри каждого определить вот этот курсор, ну и все. Вот запускаю, говорю 1, я тут опустил ошибку, опечатку, вот exit пустит, скажу заманбек, он не узнал мне, почему, может вот этот кавычку уберем, может быть, да, сейчас посмотрим, вот заманбек, а теперь правильно, да? А, тут надо вот этот поставить name. name. А, кавычка было правильно, мы просто вот этот данного не поставили сюда. может вправду имя неправильное, где у нас customers? нет. нет. Правильно уже. Так, 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 давай-ка тогда мы сюда поставим. да, давай тогда мы запустим debug mode. и скажем 1, заманбек, вот мы сюда поставили, да? а, видишь, он сюда не вставляется, видишь, значение вот этого scale. да, почему? так, ладно, давай-ка тогда я буду использовать другой формат, поставлю сюда 0 и сюда 0, я вот это уберу, и скажу format и сюда поставлю name. теперь правильно, что ли? нет, правильно. теперь смотри, 1, заманбек, вот, видишь, теперь у нас вышел сразу список меню еды. вот, да, и так, давай-ка перед этим мы сразу же поставим print меню table, да, скажем. и тут поставим совершенно и за мной запустим. вот, теперь, скажем, azad. а, ой. вот, азад. вот, теперь у тебя просят email, да, потому что ты в базе нету. вот, скажем, gmail.com. вот, теперь, давай пойдем в customers. теперь ты появился, видишь, как новый гость. мы определили то, что это у нас гость, который посетил нас впервые, и мы его занесли сразу же в базу. и мы ему предложили таблицу меню. и мы говорим, выбери, пожалуйста, по этой айдишке, да, скажем, айди, скажем, два, баста. блин, тут надо было написать, типа, а, смотри, мы тут написали функцию makecorder, но его не использовали. мы же его должны использовать. сюда передаем наш mail.id, и у юзера, у нас же уже есть customer, который мы взяли. если я тут customer, давай покажу другим. вот, к примеру, напишу 1, азат, и нам не нужен уже. то у нас customer такой, tuple, да, и его элемент под нулевым индексом, тут лежит вот это число id. то есть под customer 0 мы передаем id. вот. и теперь давай, мы сделали заказ блюда здесь, и теперь скажем, вот эту рублю. иена. так сказать, этот маршрут был передатим. вот уменьшительsi не подade в кафе, это, почему не так. как будет, это глСк, надо заказ vice on puts people а теперь допустим вот азат пришел кафешки ой опять ошибся да скажу айди за и теперь паста расскажем вот и ордер оси и теперь давай зайдем к милс а нет orders то у нас вот видишь появился один заказ это такое время заказал клиент под номером под 1 2 и заказал вам блюдо подойти 2 понял да и теперь вот мы не создали мини программу такой теперь давай сделаем один такой тяжелый запрос немножко мы напишем def get order wait time то есть тут перед этим сразу же ордер нет по сути давай не будем писать сложный запрос будем писать просто запрос get mills cooking type то есть мы должны сказать пользователю время готовки блюда и мы тут просто перейдем мил айди и теперь возьмем вот этот запрос тут будет у нас mills и айди айди у нас мил айди да давай сюда мы скажем timestamp и сюда поставим вот это вот мы теперь возьмем время готовки наше блюдо вот мы теперь возьмем время готовки наше блюдо сюда передали наш мил айди и скажем cooking time и этот cooking time мы просто поставим сюда и скажем теперь просто новой линии так как он нам пришел в виде тюпу то мы должны поставить но как мы его тачь с вытаскиваем только тут один данный и теперь давай запустим вот один давай пришел сам наруто в нашу деревню и у него спрашивает узумаки так как он у нас не зареган а наруто gmail.com вот мы ему предлагаем меню да и теперь теперь он заказывает почему-то ну давай пасу закажет unknown column from mills did in fields list why нет просто это за резервированное слово так ставим нам лучше написать вот так вот он каум почему нету а у нас же это time видишь а я написал time стоит ну и я на это я подумал вот это да у нас на самом деле time да тут вот опять запустим народ ой пришел наруто заказал 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 пасту заказал пасту а я что-то не поставил вставай так поставим да ну короче он приходит четвертый раз что-то ему не удается пасту взять он этот раз решил взять пиццу а вот нет 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 тут не стр вот он мы ему сказали то что его время ожидание 30 минут так это давай я покажу вот он пришел сказал свое имя сказал заказ смотри cooking time а вон тюпл видишь говорит тюпл да 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 это 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 вот это вот так вот в таком виде нам пришел ну и там с нулевого индекса вытащили вот ребята мы с вами создали программу ресторана то есть базу данных ресторана и его меню то что пользователи могут приходить и клиенты могут приходить и заказывать еду и это все будет записано в нашей базе данных к примеру вот я захожу у нас у меня есть два блюда в моем ресторане и у меня есть три клиента а теперь я захожу в заказы эти клиенты сделали шесть заказов да вот а customer id три а mill id это разные блюда да а customer id это один клиент а этот клиент у нас это наруто то есть наруто часто посещал на ресторан и заказывал разные блюда понятно с этим а а все тогда давай есть вопросы дома для себя вот можете взять любую тему из любой сферы и там создать три-четыре таблицы и сделать такую программу ну что к примеру там СТО то что там есть сотрудник и новая машина который приходится мыть или какой-то сервис ну любую тему можете взять хорошо давайте ребят удачи у меня discs но до м д